Просто представьте девочку с моим лицом. Ну это же фу. Ну это же фу. Но я себя маме буду любить. Прям как свою. Никита Милованов – местный комик. Один на один с микрофоном и со зрителем уже 4 года. Удивительно, но именно этот 22-летний парень стоит практически у истоков алтайского стендапа. Если в России стендап-комедия пустила корни в середине 2000-х, то у нас в крае лишь спустя 10 лет. И сегодня только набирает обороты. Знаете, думаю, шутки 24 на 7. Из-за этого, знаете, я очень часто улыбаюсь, когда, знаете, давлю лыбу, не замечаю этого. И делаю это везде, даже в спортзале. И со стороны это выглядит так, как будто я насмехаюсь над качками. На первое свидание мой муж позвал меня в вилку-ложку. Но не нужно его критиковать. На второе свидание мы много гуляли. Мы ходили по паркам, улицам, скверам. Так я поняла, что у него нет машины. Муж, жены, дети, семья. А с камерной сцены высмеивается даже поход к доктору. Сегодняшний юмор изменил направление вектора. От обобщенности и абстрактности к личному и индивидуальному. И Алтай в этом плане в тренде. Мне кажется, сейчас просто тенденция на честность. То есть, как долгое время была вот эта абстрактность, сейчас хотят что-то более честное, что-то более личное. Лена Новикова, если я не ошибаюсь, она же такая, на самом деле, опытная женщина, сколько ей там не хочется и обидеть, сказать ее возраст. Но, скажем так, женщина, которая повидала жизнь, и мне кажется, ей есть что рассказать. Сегодня в Барнамуле всего 10-12 комиков, но присоединиться к стендап-движению может каждый. Просто вспомните что-нибудь эмоциональное, злободневное из жизни и отправляйтесь к открытому микрофону, как это сделал однажды комик Никита Милованов. И вы наверняка сможете не просто продлевать людям жизнь, но еще и зарабатывать. Шутя. Валентина Аскирова, Александр Антропов. День с толком.